Итак, номер 16. Задачка с окружностью. Здесь нам известно следующее. Точка O является центром окружности, на которой у нас лежат точки A, B и C. Нам известно, что уголочек A, B, C у нас равен 50 градусам. То есть вот этот уголочек равен 50 градусам. Уголочек A, B, C равен 50 градусам. Еще нам известно, что уголочек O, A, B равен 35 градусам. То есть это вот этот верхний уголочек. Он у нас равен. 35 градусов. Задача найти уголочек BCO, то есть вот здесь, который лежит в уголочке. Я его полностью заштрихую. Задача найти вот этот вот уголочек. Что мы здесь можем сделать в этой задаче? Я здесь соединю точки B и точки O. Во-первых, у нас дан четырехугольник BAOC, но этот четырехугольник не выпуклый, поэтому про него нельзя сказать, что у него сумма всех четырех углов будет равна 360 градусам. Это только выпуклых четырехугольников. А у него, видите, если мы соединим точки A и C, они будут соединяться отрезочком, который будет лежать снаружи этого четырехугольника. А так только у невыпуклых четырехугольников. 360 градусов — это сумма углов в выпуклом четырехугольнике. Поэтому что я делаю? Я соединю точки B и O. Соединяю точки B и O. Для чего? Для того, чтобы получить два треугольника. То есть я вот этот четырехугольник BAOC разбил на два треугольника. Причем не просто на два треугольника, а на два равнобедренных треугольника. Почему BO, OC и AO будут равны? Потому что это радиусы окружности. То есть AO будет равно OC и будет равно OB, потому что это все радиусы окружности. У окружности все радиусы равны, какие бы мы ни провели. А радиус — это у нас отрезочек, соединяющий центр и точку на окружности. Они все у окружности равны. Соответственно, мы получили два равнобедренных треугольника. А у равнобедренных треугольников углы при основании равны. То есть треугольничек ABO, он у нас равнобедренный, у него уголочки при основании будут равны. То есть угол А будет равен уголочку ABO и будет равен 35 градусов. То есть вот этот уголочек, вот этот, будет 35. Соответственно, на уголочек OBC у нас что остается? У нас остается 15 градусов. То есть чтобы в сумме они давали угол B, который у нас равен 50 градусов, должно быть 35 и 15. И то же самое можно сказать про треугольничек BOC. Он у нас тоже равнобедренный. Треугольничек BOC тоже равнобедренный, и у него углы при основании будут равны. То есть уголочек OBC будет равен уголочку OCB. Потому что треугольник равнобедренный. То есть равны будут по 15 градусов. Соответственно, ответ в этой задаче будет 15 градусов. Ответ 15. Да, вот такая вот задачка. То есть здесь подвох в чем? Что у нас дан невыпуклый четырехугольник, и нельзя искать сумму его углов как 360 градусов. Да, четырехугольник невыпуклый. И здесь не работает, будут вписаны центральные углы. Да, потому что, например, угол А, он действительно будет центральным. Но вы не знаете, где у него, скажем так, вторая нога. То есть если он опирается с одной стороны на вершинку B, а с другой стороны, куда он опирается? То есть куда вот здесь ведет этот трелок, тоже непонятно. Поэтому здесь поможет разделение на прямоугольники. И то, что у окружности все радиусы равны. Да, это помним. Это очень часто бывает полезно, когда у нас работа с окружностями и треугольниками. То, что у окружности все радиусы равны, мы там часто получаем прямоугольные треугольники. Они прямоугольные, равнобедренные треугольники.